Детское радио представляет Дети все без исключения, академики с рождения Интересно детям знать про всё на свете Ква! Клуб весёлых академиков Ква-ква-ква-ква Ква-ква-ква-ква-ква Профессор? Что? Что? Ка-а-а-о Друзья, в эфире Ква Клуб весёлых и нахо... Клуб весёлых академиков Да, и с вами я, его постоянный ведущий Профессор Семён Семёнович Загорушка Загорулька Конечно, простите, прошу Извините, я сегодня ужасно спал, ужасно Вернее, практически не спал Всю ночь готовился к передаче О, эти звезды Я, видите ли, пытался сосчитать звезды, да Вот луна на небе, одна, да Руки у нас, видите, две Да, конечности четыре Пальцев на одной ладони, по-моему, да, вроде бы пять А вот звезд, звезд, друзья мои Сколько их на небе? Миллион? А сколько это? Миллион, вы понимаете, сколько это? В общем, извините, простите Сегодняшнюю передачу мы точно посвятим арифметике Да, я поведаю вам о том, как люди научились считать Когда появились первые цифры и вычисления Кроме того, с помощью арифметики я докажу вам Что каждый из нас хотя бы раз в жизни Совершил кругосветное путешествие А мой помощник, младший лаборант Петя Промокошкин Промокашкин, конечно Приготовил для вас специальный сюрприз Ну что ж, начнем наш переворот Так сказать, прямо сейчас Немедленно прошу всех в лекторий Там уже собрались мои самые любознательные слушатели Окунемся с головой в почти фантастический мир науки Кхм-кхм-кхм Лекторий Всем привет! Здравствуйте, здравствуйте, мои юные коллеги Пришло время открыть портал в мир науки И сегодня мы поговорим об арифметике Никаких, ну! Прямо сейчас я докажу вам, что арифметика Самая веселая и захватывающая наука на свете, да? А чтобы у вас не осталось времени на сомнения Приступим к доказательству немедленно А ну-ка отведи на вопрос Кто из вас мечтает совершить кругосветное путешествие? Прекрасно, прекрасно А кто из вас его уже совершил? Тишина Так я и знал, так и знал Ну что ж Сегодня, сейчас вы убедитесь в своем неведении С помощью арифметических расчетов Я докажу, что большинство из вас уже неоднократно обошли земной шар пешком Итак, приступим к доказательству Я утверждаю, что ни один ребенок не может просидеть целый день на одном месте А, значит, вы согласны, что около пяти часов в день вы точно проводите на ногах? Ну, конечно, весь день вы бегаете по комнатам, спешите по улицам, бродите по коридорам школы, тренируетесь в спортзале, гуляете во дворе, то есть шагаете То есть, если бы вы постоянно считали количество сделанных за день шагов или носили с собой шагомер, прибор для подсчета шагов То удостоверились бы, что совершаете не меньше тридцати тысяч этих самых шагов в день Много это или мало? Я думаю, предостаточно Проведем некоторые расчеты Обычно при самой медленной ходьбе человек проходит около четырех-пяти километров в час То есть, за пять часов он проходит сколько? Двадцать-двадцать пять километров в день А сколько у нас в году дней? Округлим до трехсот шестидесяти и умножим ежедневные шаги на триста шестьдесят Так мы узнаем, что за год мы в среднем проходим около восьми тысяч километров Окружность же земного шара или путь вокруг Земли составляет сорок тысяч километров С помощью арифметического действия мы поделим эту длину на количество километров в год То есть, сорок тысяч делим на восемь тысяч и получаем число пять То есть, каждые пять лет обычный человек совершает прогулку длиной в кругосветное путешествие Тихо, тихо, спокойно Теперь повторяю вопрос Кто из вас совершил путешествие вокруг Земли? Вот и все, что и требовалось доказать А помогла нам в этом наука арифметика О, это одна из древнейших наук на Земле Изобрели ее наши далекие и находчивые предки Сначала первобытные люди считали предметы по пальцам рук и ног Других у них приборов тогда не было А когда пальцы кончились, наши догадливые сородичи стали использовать для счета камешки Они складывали их в специальный мешочек и повсюду носили с собой Это был первый калькулятор, прибор для счета Кстати, в переводе с латыни калькулюс и есть камень или уголек Изображения чисел, которыми мы пользуемся сейчас, появились в Индии Но к нам попали благодаря восточным купцам Поэтому их стали назвать арабскими Таких цифр, как вы, надеюсь, знаете, всего десять Но записать с помощью этих десяти знаков можно абсолютно все числа Вот, друзья мои, вот До сих пор мы пользуемся с вами арабской системой цифр И можем записать такие огромные числа, которые даже не в силах представить О, кстати, я так увлекся, дорогие радиослушатели Что совсем потерял счет времени, который час, который час Так, скорее, на чердак В лаборатории уже заждался мой друг и помощник Петя Промогашкин Он приготовил для нас арифметический фокус И сказал, что понадобятся карандаши и бумага Где же они опять? Я вечно все теряю Ну, побежали! Ква! Клуб веселых академиков! Ква-ква-ква-ква-ква! Для тех, кто только что к нам присоединился Сообщаю Сегодня на заседании клуба веселых академиков Я, профессор Семен Семенович Загорулько Рассказывал о чудесах арифметики Одной из самых захватывающих наук в мире А прямо сейчас Нас ждет грандиозный математический фокус Записывайте и запоминайте Никаких противопоказаний для воспроизведения этого трюка нет Вы можете смело повторить его в школе и дома О, стоит показать этот фокус друзьям И вы сразу же приобретете репутацию наиумнейшей личности О, вот мы и поднялись на чердак Продолжим заседание в научной лаборатории Промокашкин Петя может все на свете Превратить снежинку в пар Сделать в колбочке пожар Петина территория Научная лаборатория Итак, добро пожаловать в лабораторию Петя, мы здесь Эээ, Петя О, Петр, что с вами? Зачем вы вытащили из шкафа мою старинную мантию и колпак? Математические фокусы темы хороши, что мистический антураж для них совершенно не требуется Профессор, прошу вас больше ни слова Вы попали в таинственный мир Шахерезады Ээ, а, да, а, о, нет А, Петр, я догадался, догадался Если вы хотите раскрыть ребятам тайну числа тысяча один О, понимаю, понимаю Почему вы похожи на героя восточных сказок О, тысяча и одна ночь Именно так назывались волшебные сказания Востока И это число было выбрано не случайно О, прошу прощения Продолжайте, продолжайте, друг мой Халва-бастурма, проходите, господа Лукум-рахат, поделюсь, чем богат Я властитель наук магических Покажу вам фокус арифметический Петя, я только хотел напомнить, что у нас все-таки научное заседание Не волнуйтесь, профессор Все будет на высшем уровне Если это возможно, останьтесь с нами Мне понадобится ваша ученая голова О, прекрасно, прекрасно Так мне гораздо спокойнее Ну, начинайте Сегодня я расскажу вам тайну числа Которую, условно, мы назовем Тысяча и одна ночь Итак, представление начинается Сейчас я покажу свой фокус Пусть кто-нибудь напишет на бумажке Секретно от меня Какое-нибудь трехзначное число Напоминаю Трехзначное число, дорогие мои академики Состоит из трех цифр Например, 123 или 250 Или 550 Спасибо за уточнение, профессор Может быть вы и будете мне ассистировать С удовольствием, Петр Тогда вы загадываете трехзначное число Только не показывайте мне его и не произносите вслух Я клянусь, что отгадаю его сам после некоторых вычислений Так, я загадал Отлично Напишите его на бумажке И спрячьте ее в карман А на втором листке Напишите задуманное число дважды Например, если вы выбрали число 250 То ваша запись должна быть следующей 250 250 Таким образом, мое число превращается в шестизначное То есть число из шести цифр Ага, отлично Теперь, с помощью арифметических действий Я постараюсь угадать загаданное вами число Пожалуйста, выберите одного слушателя из нашей аудитории И передайте ему листок с шестизначным числом Миша, друг мой, возьмите Миша, число у тебя Раздели его на семь, пожалуйста Воспользуйся калькулятором Для экономии времени Калькулятор, друзья, это автоматический прибор для счета Ну да, это все знают Миша, напиши получившееся число на листочке И передай его Лизе на последнем парте Так, Лиза, подели, пожалуйста, это число на одиннадцать Ну что ж, передайте Лизе счетную машинку Лиза, готова? Отлично Напиши результат на листочке и передай Олегу Пусть он поделит получившееся число еще на тринадцать Готово? Прекрасно Что ж, Олег, ты можешь написать получившееся число на бумаге И передать его профессору Я утверждаю, что в результате произведенных арифметических действий Получилось как раз то самое трехзначное число Которое задумал профессор Покажите, что там Да, девятьсот двадцать семь Абсолютно верно, блистательно, невероятно, Петр Я действительно задумал число девятьсот двадцать Вот, посмотрите, посмотрите Оно написано на моем листочке Именно на этом числе я и заснул сегодня ночью, когда считал звезды Девятьсот двадцать Невероятно, неверо... Кхм, 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 от слов проще Петр, извините Раскройте, пожалуйста, интригу Фокуса С удовольствием Этот арифметический фокус Может показать каждый, кто знает тайну числа тысяча и одна ночь Дело в том, что если любое трехзначное число умножить на тысячу и один Получится ровное удвоение записи этого числа Ну, возьмем число профессора Если мы девятьсот двадцать семь умножим на тысячу один То мы получим шестизначное число Которое будет выглядеть как девятьсот двадцать семь тысяч девятьсот двадцать семь Повторенное дважды Верно! При этом мы знаем, что число тысяча один Можно получить, умножив друг на друга цифры Семь, одиннадцать и тринадцать То есть тысяча один равно умножению семи на одиннадцать и на тринадцать Я проверил на калькуляторе, все верно А значит, если мы поделим шестизначное число на эти самые цифры То получим исходное число Друзья, вам можно даже и не знать все эти хитрости числа тысячи и один А просто выполнить необходимую последовательность действий И фокус готов Позвольте мне его вам продемонстрировать 927 927 делим на 7 Получается 132561 Именно это число оказалось у Лизы Лиза поделила его на 11 и получила число 12051 А потом Олег поделил его на 13 И у него получилось именно 927 Петр, ты блистательно справился с задачей арифметического волшебства Честно говоря, я боялся за тебя Дело в том, что я сам, так сказать, немного подзабыл Суть этого математического фокуса И в случае неудачи Ничем не смогу тебе помочь Но отлить прекрасно Сейчас я спущусь в кабинет И пока побудь здесь Нашим слушателям надо дать время Думаю, они прямо сейчас захотят проверить силу этого фокуса Друг на друге Ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква спустится мой помощник Петя. Все успокоились и готовы продолжать наше научное заседание. Добро пожаловать в мой кабинет. Скажет вам любой ученый, кто наукою увлеченный, места в мире лучше нет, чем научный кабинет. Напоминаю, несмотря на шум и гам и всеобщую эйфорию, сегодня мы знакомимся с тайнами арифметики. Тише, прекратите, Петр, остановитесь в конце концов. Перестаньте без конца задумывать, отгадывать числа. Для этого у вас еще будет время. А сейчас прошу минуточку внимания. Я должен вам сказать что-то важное. Ну, хорошо. Раз никто не хочет узнать, как освоить таблицу умножения без зубрежки и учения, можете, конечно, продолжать. Что такое? Всем вдруг стало любопытно, как без труда выловить рыбку из математического пруда. Ну что же, обещаю подарить вам эту возможность в самом завершении беседы. А сейчас взгляните на эту фотографию. Вы видите интеллигентного, скромного, симпатичного человека в очках. Его зовут Яков Исидорович Перельман. И хотя этот одаренный ученый не был выдающимся математиком, физиком или астрономом, не имел никаких ученых званий и должностей, его учебники по перечисленным мной дисциплинам известны во всем мире. Вы только представьте, несколько десятков его книг издано у нас в России и за рубежом. Я очень уважал этого скромного и обаятельного человека с тонким чувством юмора и находчивостью. Вы не поверите, но он закончил лесотехнический институт, да, старорусский казенный лесопильный завод, его оборудование и работа. Профессор, извините, при чем тут лесопильный завод? Так, Петенька, называлась его дипломная работа, да. Но образование лесного специалиста не помешало Якову серьезно заниматься точными науками. Когда его первые учебники по занимательной физике и математике увидели свет, им восхищались лучшие умы науки. Петя, помогите мне. Да, вот так. Да, 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 вот здесь, пожалуйста. Вот что сказал профессор физики Санкт-Петербургского университета по фамилии Хвольсон, когда узнал, что учебник физики написан ученым-лесоводом. Читай, Петр. Лесоводов-ученых у нас предостаточно. А вот людей, которые умели бы так писать о науке, как пишете вы, вовсе нет. Продолжайте. Продолжайте писать подобные книги впредь. Занимательная арифметика, занимательная математика, алгебра, физика, сборники задач, пособия по астрономии. С его блестящих пособий у многих детей началась настоящая любовь к этим наукам. Профессор, я вспомнил, что тоже читал его книги. В этом я и не сомневался, друг мой. Яков Исидорович увлекался космонавтикой, ракетостроением. Это он дал определение научно-фантастическому жанру в литературе. Вот, вот какой разносторонний ум. Этот верный науке человек погиб в блокадном Ленинграде. Истощенный, но неосломленный. Его имя и книги живут до сих пор. Миллионными диражами они издаются во всем. Во всем мире. Ну, как вот, как я мог не рассказать вам о нем? Простите, Петр, продолжайте без меня. Профессор, мы обещали рассказать ребятам о секретах таблицы умножения. А, да, да, конечно, друзья. Этот фокус я нашел в книге уважаемого мной Якова Перельмара. Он поможет вам справиться с одним из самых сложных столбцов таблицы умножения. Без шпаргалок и зубрежки, как я и обещал. Итак, сейчас я расскажу вам простейший прием умножения чисел на 9 с помощью вот этих вот пальцев рук. Помните, да, дважды 9, трижды 9, четырежды 9. Я постоянно забываю, сколько будет 7 на 9. Прекрасно, прекрасно, друг. Прекрасно? В смысле, с этого примера мы и начнем. Так вот, предположим, вам нужно узнать, сколько будет, если умножить 7 на 9. Повторяйте за мной. Положите прямо перед собой на стол обе руки. Да, все обе, да. Обе две. Так, чтобы перед вами были все ваши 10 пальцев. Какую цифру вам нужно умножить на 9, такой палец и загибайте, считая слева направо. Петр, Петя, загибайте седьмой палец. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Седьмым будет указательный палец правой руки. Верно, верно. Загни его так. Слева от него осталось сколько пальцев? Шесть. А справа? Три. Поставь эти цифры рядом. Что получится? Какая цифра? Шестьдесят три. Абсолютно верно. Семью девять шестьдесят три. Ничего себе! Вот здорово! Так, а сколько будет, если четыре умножить на девять? Загибаю четвертый, то есть указательный палец с левой руки, и получаю три пальца слева и шесть справа. Тридцать шесть. Ничего себе! Профессор, почему вы не рассказали мне этот секрет раньше? Так, так, спокойно. Спокойно, друзья. Ну что я говорил, а? Спасибо, Яков Перельман. Вот вы все и попали под обаяние арифметики. Но, если я правильно высчитал время, то пора завершать заседание нашего клуба веселых академиков. До новых открытий, друзья мои. И постарайтесь поспать этой ночью. Мир цифр так увлекателен, что можно и не заметить, как наступит время сновидения. До новых встреч, друзья! Дети все без исключения, академики с рождения. Интересно детям знать про все на свете. Ква! Клуб веселых академиков! Ква-ква-ква-ква-ква!